Смотрите в программе на полицейской волне без проституток и воров. Полицейские усилили контроль за нарушителями на привокзальной площади. Дорога беззакония. Свыше 13 тысяч грубых нарушений правил дорожного движения выявлено актюбинскими стражами порядка в этом году. Мусорщики. В Актобе есть жильцы, чьи квартиры напоминают свалку бытовых отходов. Это и многое другое прямо сейчас в программе на полицейской волне. У всякого приезжающего в наш город человека первое знакомство с ним начинается с вокзала. Поистине вокзал можно назвать лицом города, поэтому так важно сохранять чистоту и порядок на прилегающей территории, чтобы гости города чувствовали комфорт и безопасность с первых минут пребывания в Актобе. С этой целью сотрудники полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия по пресечению права нарушений в районе железнодорожного вокзала. За минувшие выходные сотрудниками полиции на территории, прилегающей к вокзалу территории, было выявлено 13 распитий алкогольных напитков или появление в недрезвом виде в общественных местах. И один факт – это приставание по оказанию интимных услуг. В Актобе не утихает преступная деятельность автомобильных воров. На днях у нас был задержан мужчина, совершивший кражи с автомашин. 21 сентября на телефон центрального оперативного управления 102 поступил звонок о том, что неизвестные лица салона автомашины ВАЗ-2106, стоявшие во дворе одного из домов по улице Тургенева, путем разбития бокового стекла совершили кражу аккумуляторной батареи. По данному факту, в ходе разыскных мероприятий был задержан 30-летний житель города Актобе, нигде не работающий, не судимый, который дал признательные показания. Похищенное было и изъято. Более того, подозреваемый признался еще в семи кражах с автомашин. По данным фактам возбуждено уголовное дело по 188 статье УК Республики Астан. Безопасное детство. Так называется акция, которую проводят полицейские нашей области. С 1 по 31 октября в целях предупреждения детского травматизма на дорогах стражи порядка посещают школы и колледжи для разъяснения правил дорожного движения и факторов риска на проезжей части дороги. С 1 по 31 октября на территории области проводится акция безопасного детства. В сотруднике ювенальной полиции были организованы родительские собрания по профилактике правонарушений и были разъяснены административное законодательство. Были родительские собрания общеобразовательных школ в городе Актобе по профилактике дорожного, транспортного и травматизма. В целях проведения мероприятия нами были выданы детям брошюры для пешеходов, также разъяснены, как проходить пешеходов детям. На данном мероприятии были задействованы 200 преподавателей и государственных школ, то есть общеобразовательных школ, также негосударственных, 20 сотрудников. И также были дети со школы 20. С начала акции уже проведено более 200 встреч с учащимися и их родителями по разъяснению административного и уголовного законодательства и закона Республики Казахстан о дорожном движении. Распространены буклеты, листовки, календари с информацией по правилам дорожного движения. За 9 месяцев текущего года у нас идет снижение детской подростковой присутности, это с 56 до 44. Это на основании того, что мы проводим ежедневные рейды отработки, выявляем несовершеннолетних допущений на жилья, где за 9 месяцев также у нас привлечено 1170 родителей за ночное выхождение, за допущение родителями, которые согласно постановлению суда были привлечены, вынесены на постановление предупреждения в виде предупреждения. Также у нас с началом 1 сентября помещено в ЦАН более 30 несовершеннолетних. Это в основном приезжие дети, которые учатся здесь у нас в колледжах. В основном это приезжие из Актау, Атерау. Их доставляют в ЦАН до приезда родителей, до законных прицелей, пока они не приедут, их не заберут. После того, как их забирают родители, мы сразу же выносим постановление и направляем материал в суд. На сегодняшний день вызывает особую тревогу дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Так, в текущем году в Актюбинской области произошло 155 ДТП, в которых пострадал 171 ребенок и погибло 5. На сегодня сотрудниками полиции области выявлено свыше 124 тысяч административных правонарушений, что на 25% больше, чем в прошлом году. Наложено штрафов на сумму свыше 700 миллионов тенге. Вместе с тем, 1600 постановлений на сумму 18 миллионов тенге направлено по месту работы правонарушителей. Кроме того, ежедневно при осуществлении надзора за дорожным движением, сотрудниками ДПП, совместно с судебными исполнителями, с применением возможности автоурагана принимаются меры по задержанию и выдворению автотранспорта должников на спецстоянку. На сегодня автоураганом задержаны лица, общий долг которых составляет 500 миллионов тенге. Почти 3000 актюбинцев побывали в этом году в спецприемнике. Для административно арестованных за различные правонарушения. Из них за правонарушения в сфере быта, то есть за нецензурную брань, за оскорбительное приставание, за унижение, побои и другие действия. Нарушающий покой членов семьи было задержано 563 граждан. За нарушение правил дорожного движения 339, за мелкое хулиганство 1060 и за нарушение порядка пребывания на территории Казахстана 265 иностранцев. В заводском отделе полиции состоялась встреча молодых сотрудников дорожно-патрульной полиции с ветеранами Департамента внутренних дел. Теперь у молодых полицейских есть возможность получать консультации у членов Совета ветеранов, наставников молодежи. Ветераны внутренних дел, наши здесь сидящие, это наши сотрудники, которые в свое время отдали честь и дань по защите прав и конституционных прав наших граждан. Долгое время работали, заслужили, вышли на пенсию, но тем не менее мы благодарны вам в том, что вы открутились в части оказания конституционной помощи, в части оказания помощи нашим молодым сотрудникам. Вновь назначены многие, 7% вновь назначены, поэтому ваша поддержка нам нужна в плане воспитания, патриотического воспитания молодежи, воспитания дисциплины, соблюдения дисциплины и самое главное это защита конституционных прав граждан. К 41 сотруднику из подразделения дорожно-патрульной полиции, проработавшему в органах менее года, представлен наставник в лице ветерана, бывшего сотрудника ОВД, находящегося на пенсии. Молодых полицейских будет обучать морально-этическим нормам при исполнении служебных обязанностей. Всего по городу в батальонах дорожно-патрульной полиции служат 373 полицейских. Сегодня это не первая встреча, после этого мы еще раз обсудим, составим соответствующие планы мероприятия, в том числе индивидуальные характери, которые необходимы нам нужны, в цели воспитания подвижающих поколений и поднятия имиджа наших сотрудников органов внутренних дел. Поэтому мы сегодня пойдем обсудить, и у нас проект приказа готов, за кем надо распределять наших сотрудников. Я думаю, что вы своим опытом, своим знанием, своим достижением, своей целью, которую вы уже в этот путь прошли, и окажется нам полное содействие в целях запрещения концерна права, в целях оказания концерной помощи нашим молодым сотрудникам. Свыше 13 тысяч грубых нарушений правил дорожного движения выявлено сотрудниками полиции Актюбинской области за 9 месяцев текущего года. Из них управление транспортным средством в алкогольном опьянении 2007 превышение скорости 7 923 факта, выезд на встречную полосу 580 фактов и непредоставление преимуществ пешеходу 2579. Впоследствии чего, значит, около 3000 водителей судом были лишены водительских удостоверений, 1730 водителей подверглись административному аресту, остальным был наложен штраф на общую сумму порядка 200 миллионов тенге. За совершение ДТП в состоянии опьянения предполагается лишение прав на 5 лет. За управление транспортным средством лицами, не имеющими права управления, административный арест на 20 суток и за повторное 30 суток. Полицейские «Октобе» провели акцию «Общественное приемное». В районе Болошак сотрудники административной и миграционной полиции принимали местных жителей для проведения консультаций по различным вопросам. Среди обратившихся представителям МВД были в основном жители пожилого возраста, жаловались на соседей дебоширов и пьяниц, а также на участковых, которых многие до сих пор не знают в лицо. В октябре текущего года у нас начатая акция приемная на участке, где мы оказываем консультативную помощь гражданам, которые обращаются в наши участковые пункты полиции. И данная акция будет продолжаться до 30 октября. А эти графики проведения данных мероприятий у нас опубликованы в местных средствах массовой информации. Ранее подобные акции были проведены сотрудниками полиции в опорных пунктах по улице Скулкина и в районе железнодорожного вокзала. Как отметили стражи порядка, больше всего было жалоб от жителей привокзальной площади. По словам обратившихся к представителям административной полиции, главные проблемы района ЖД вокзала – это проститутки, бомжи и таксисты. Есть и еще одна категория жильцов, которых особенно не любят соседи. Это, как правило, затворники с некоторыми странностями. К примеру, в одном из домов в начале проспекта Булхайрхана живет женщина, на содержании которой находятся более 10 кошек. Все бы ничего, если бы уход был соответствующий. А так неприятный запах распространяется практически на весь подъезд. Полицейские не раз пытались поговорить с женщиной, но последняя отказывается открывать дверь стражам порядка. В другом случае пенсионерка, по словам соседей, устроила дома свалку мусором. Кроме того, она держит дома немецкую овчарку уже более двух лет. Как рассказала местный управдом, собаку хозяйка не выгуливает и держит ее постоянно привязанной к батарее. В моем ведении находится один дом, вот этот, шестой дом. И вот у нас есть, допустим, один жилец, вот такой вот, Добрильная Евгения Борисовна, которая, значит, всю свою квартиру полностью завалила мусором. Она со всех окружных мусорок тянет сюда мусор. И при этом у нее, значит, в кухне к батарее привязанная сидит овчарка. Она ее не выводит, никуда не гулять, ничего. Мы уже обращались, мы в санэпидстанцию обращались, к нашему участковому обращались. Мы просто не знаем, какие меры нам надо принять, чтобы вот это все прекратилось. Квартира полностью завалена мусором, полностью. Какие-то запахи просачиваются? Ну, да, да, периодически, значит, оттуда появляется запах, когда все начинают ругаться. Она там какие-то делает, ну, это ужасное положение вещей. Полицейским опять не удалось попасть в жилище горе соседки. Как рассказали местные жители, женщина выходит из дома только поздно вечером или ночью и никому не открывает. За неуплату у нее отключили свет, воду и тепло. По словам полицейских, действия таких неудобных жильцов не нарушают административное законодательство, а значит, их невозможно привлечь к ответственности. Остается только достучаться до сознания таких чудаков. Но, как признаются стражи порядка, такое случается лишь в исключительных случаях. А этот случай можно отнести как раз к ОПМ «Транзит». Водитель на восьмерке с российскими номерами не остановился на требования полицейского. Некоторое время пытался скрыться. Завязалась в погоне и, конечно, нарушителя поймали. Им оказался не россиянин, а житель Шалкара. Парень был в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, понимал, что если остановится, то прав лишиться точно. Под градусом и логика работает иначе. Так что пьяный гонщик решил избежать наказания. Не останавливаясь на требования. Пойманный явно не хотел сотрудничать с блюстителями порядка. Но с двумя тренированными полицейскими сильно не поспоришь. А теперь к двум годам лишения прав прибавилось еще четыре. Документы у него были, но он их получил только в августе. И год не должен был нарушать закон. Но нарушил и кроме шести лет лишения прав получил 15 суток ареста. Мужчина пояснил, что этот автомобиль забрал у знакомого за долги. Вот и разгадка, почему казахстанец ездит на российской машине. А теперь вообще шесть лет рули для него под запретом. Бывает же такое. Чтобы человека сбили на машине, так еще и ограбили, пока он приходил в себя. Оказывается, бывает. Этого мужчину уже в годах сбила белая приора. На пересечении улицы братьев Жубановых и 101-й стрелковой бригады. Но мало того, как утверждает мужчина, его еще и ограбили. Украли деньги. Молодых людей нашли буквально сразу. Но они ни в какую не соглашались с обвинениями пострадавшей стороны. Говорят, что видят его впервые. И никакие деньги не крали. Знакомая парня из белой приоры пыталась убедить мужчину, что сбила его черная лада 2114. Где первая? Первая белая приора была. Не знаю, брат. Он был арт-логист. Они были все. Они были. Он был. Пострадавший от своей версии не отказался. Черная от белого, дескать, еще могу отличить. Если вина молодых людей из белой приоры будет доказана, то их может ожидать срок от трех до семи лет лишения свободы за грабеж. Драки в нашем городе не редкость. Вот и эти молодые люди что-то не поделили между собой и решили выяснить отношения кулаками. Потасовка происходила в одном из кафе. Персонал питейного заведения решил не лезть в драку, а вызвать наряд полиции. Это позволило быстро усмирить драчунов, избежав жертв среди остальных посетителей кафе. Виновных в драке припроводили в заводской отдел полиции, где им придется пробыть до выяснения обстоятельств. Но в любом случае, те, кто дрался, предстанут перед судом за хулиганство. И наказание по этой статье до двух лет лишения свободы в худшем случае. Внимание, розыск! Ушел из дома и не вернулся Байдулаев Казбек Рыскалиевич. 10 июня 1997 года рождения. Был одет в спецовку красного цвета, кепку серого цвета. При получении какой-либо информации о пропавшем, просим позвонить по телефону 8 747 106 06 37, 8 701 468 40 69 или 102. Редактор субтитров А.Семкин